Друзья, поднимите сюда крутой скоростной поезд Стрела, пуля Шинкасан, 350 км в час Это тебе не Питер, Москва, 200 с чем-то Дамы и господа, мы находимся на скоростном поезде из Токио, Киото Который по-япански называется Как называется? Шинканце По-моему Синканце Синканце Поезд пуля И нашему удивлению Здесь куча места, если честно Посидим больше чем бизнес-плассы А пока только как вы устали Места много Места много Вот Просто сидим Здесь где-то целый метр Ну, может, ну не может Очень Люкс просто Ну и Мы только начали ехать Поезд, естественно, очень быстрый 300 км в час Летит, а то и больше И Самое клевое, что Мы будем когда проезжать в Fujiyama Как я понимаю С окном Можно будет увидеть Гору Fujiyama Точно не сегодня Да, сегодня пластмурная, если честно То есть я не знаю, можно будет увидеть или нет Наверное, нет Но вообще, говорят, что очень хороший Хороший вид Горы Fujiyama Мы вот купили Starbucks Сидим Юля, как всегда, в интернете А здесь Wi-Fi есть? Нет Так что Мы возьмем вас с собой Супер крутой Поездочкой С красным поездом И шикарно Супер Вау, мы приехали В Киото Посмотрите на этот вокзал Огромный Огромный Правда не знаю, как выехать Вау, это супер круто Супер дизайн В Киото В Киото 13.45 по местному времени Мы прибыли в Киото Где нас ждут Вот написано Киото Киото Тауэр Что означает Башня Киото Ты счастлив? Ты счастлив? Ты счастлив? Ты рад? Ты рад или не рад? Мы остановились в самом крутом отеле Киото, который называется «Самый крутой отель Киото». Так и называется? Да. Не убей, пожалуйста, японку. Юля, расскажи, чем славится Киото? Киото славится своей летающей карелкой, Киото Стейшн. И булочками с маслом. Киоцами. Жители Киото, Киоцэ. Или кто они? Киетинцы? Киетинцы. А вот так выглядят японские студенты. Студенты. Вот они сидят все на полу. Так вот, мы идем сейчас по направлению к нашему отелю. Вот как он выглядит. Вообще, по рекомендациям отель был очень хороший. Располагается прямо в самом центре Киото. Надеюсь, что нас не обманули. Пока выглядит очень красиво все. Заходим. Будет пока все элитно. Надеюсь, выглядит тоже смачно внутри, так же, как снаружи. Вообще идеально расположен отель прямо возле железной, железнодорожной станции. Вот. Какой-то в очень оригинальном стиле выполнен. С огромным светильником. Вот. И вообще внутри выглядит очень красиво. И по кругу, короче, идут рестораны, вот прям там бары. Можно выпить напитки, напитки себе купить и так далее. Вот Юля уже зашла с чемоданами. Принесла. Я как истинная азиатка никогда не потею. Вау. Мы в новой комнате. Мы знали, что японские отели, они маленькие по размеру, но это супер маленькие. Заходишь, тебе дают деревянные тапочки. И одни беленькие, другие черненькие. Мне, естественно, беленькие, Юля черненькие. И ты идешь, идешь, идешь. Опа. Раковина. Раковины, как я понимаю, в ванной нет. Я еще не открывал. Да, здесь нет раковины. Здесь, короче, туалет. Душевая кабинка. И маленькая ванная. Откуда видно Юлю. Ты заметила, что здесь почти все двойные, ну, двойные кровати? Наверное, не любят японцы спать вместе. Да, наверное, японцы не любят спать вместе. Не лапали друг друга. Да, чтобы не касались друг друга ночью, потому что я думаю, что только по 4 грамм у них секс. Труль глаз. И здесь вот креслится столик, и мы уже, естественно, поразложились. Видос, конечно, не очень здесь. Дорога тот самый. Вон скоростной пояс вверху едет. Маленький телевизор. Сочные. Мощные. Китайские. Сосиски в тесте. Почему китайский? Киотский. Киотский. Да, выглядит, конечно, очень. Вкусно? Ты когда хлеб попробовала? Да, вкусный? Хлеб вкусный? Ммм. Попробую. Порядки. Оцените красоту этих билетиков. Вот это тебе не Эрмитаж. Так или так? Вау, смотри, какие эти самые современные стены они строили тысячу лет назад. Короче, мы идем куда? Потребить самую знаменитую, золотую пагоду. Но нас сюда не пустили. Та-дам! Вот она, знаменитая Кинкаку-джи Темпл. Золотая, роскошная, сочная, красивая. Успели сфотографироваться. Расскажи нам, пожалуйста, про этот темпл. Ну, этот темпл был построен в 1397 году. В каком, в каком? В 1397. И он полностью покрыт золотой фольгой. Темпл это разве он? Ну, темпл это она. Так что он? А маленький вот островок прямо перед ней. Конечно, красиво и погода отличная. И здесь куча разных. Чистая земля Будды. Или священная земля Будды. Что значит он? Именно темпл или здесь вся эта земля? А-а-а. А еще мне нравится, что маленькие эти, школьникам дают такие желтые кепочки. Чтобы они не потерялись. Чтобы они не потерялись. То есть их издали видно, если кто-то, короче, убежал. Видно сразу, что отстали от толпы. И вот он, знаменитый мост, к которому мы приехали. За 24 доллара. Юля хотела очень посмотреть этот мост. Называется он вот так. Да, вот так называется. Вау, снимаем прямо со знаменитого моста. А может и не знаменитого, но очень прикольно здесь. Солнце падает прямо на эти холмы. Очень красиво. А вот за этим маленьким городишкой находится бамбуковый лес. Главная крепость в городе Ассака под названием Ассака Кастл. Сейчас мы пойдем вовнутрь. А здесь находится шикарнейший парк, где располагаются более чем 600 сакур. Сакур. Деревья сакуры. И они распускаются в августе, да? Нет, они распускаются, по-моему, весной. Да? Короче, когда они распускаются, сюда вся Япония съезжается, потому что здесь полностью все. окутано цветами сакурой. И здесь делают большие такие фестивали, поэтому мы сможем подняться на самый вверх крепости, где мы сможем увидеть весь город Ассака. Что я по важности говорю после Токио? Очень интересная история здесь, короче. Когда была одна из битв самых больших за эту крепость, чуваки, которые завоевали эту крепость, обрезали головы 3750 солдатам, которые, типа, не сдавались, а они их поймали, и, короче, почти 4000 человек, блин, отрубили головы. Это помимо того, помимо того, сколько людей, короче, погибло во время боев самих. Мы на вершине на самой высокой точке. Это не самая высокая точка. Касло. Крепость. Крепость. Короче, мы добрались. Осака. Какой большой город, да? Да. Казалось, такой маленький, когда вышли из метро. А это южная сторона. Продолжается, короче, город. Наконец-то мы приехали в район Санамия, перфектур Коби. Зачем мы приехали, Юля? Мы приехали покушать в Макдональдсе Коби-биф. Коби-бифа. Все, Коби. Коби-бифа. Коби-бифа. Мы идем, короче, в настоящий ресторан Коби. Короче, мы в Коби, естественно. Чем дальше уезжаешь с Коби, тем возможность того, что съесть мясо, которое тебе дают, оно действительно Коби, уменьшается. То есть еще много подделок разных и так далее. Мы идем в ресторан, вернее, в котором уже последние 50 лет чувак, короче, ездит и сам выбирает это Коби. Ну, Игорь, рассказывай на камеру. Ну что, друзья, коби бит это определенное мясо определенных пучков, которые выращиваются именно здесь, в коби. И смысл звучать в том, что они похожи на настоящий кусочек мрамора. Оцените вот эту вот красивейшую, тончайшую мраморность этого прекраснейшего стейка. И сейчас мы будем его жарить прямо здесь, прямо на ваших глазах. Мы зажарим его и съедим. А как они добиваются этой мраморности? Они не разрешают бычонку ни ходить, ни гулять. Ему можно только стоять и лежать. И его постоянно массажируют вот так. Без остановки. Чешет, 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 массажирует, чешет, чешет. Че ты чешешь? Че ты чешешь? Правда? Да. That's the whole point. Да. А как ты думаешь, что это делают? Массажируют здесь. Коров массажируют. Чем его массажируют? О май гад. Дубины его массажируют, специально в рукавицах. Но это Юля я заказал. Это не главный курс. А себе я заказал sirloin steak. Каждый кусочек стоит очень больших денег. Я думаю, что Юля даже не сможет попробовать. Потому что я ей не дам. А нам маленькие тарелочки не дадут? Должна. Прошла бы, да. Ями-ями. Вот так нужно только немножечко-немножечко жарить, чтобы не пережарить. Надо соус или не надо? Не надо, не надо. Что ты хочешь хороший подруг? Что ты хочешь хороший подруг? Скажи... А вот ради того, чего вы сюда пришли. Каждый кусочек стоит 100 долларов. Каждый кусочек по 100 баксов. А вот и свежий кусочек мяса. Одна сушечка за 8 баксов. С кровью. С кровью. С кровью. Мясо с кровью. Похоже на уэл? Супер все, короче, круто. И все... У них вот мясо, блин, даже выиграло какие-то, блин, чемпионаты здесь. Потому что он мне показал... Показал, что у них вот есть вот эта вот хрень, которая... Ну, что они один из самых лучших ресторанов. Из-за того, что у них, короче, своя ферма. Там они закупают самое, блин, классное мясо. Это наш последний день в Киото. И мы выезжаем в Ханари Ходжидори. Ханами. Ханами. Ханами Ходжидори. Ходжидори. Ханами Ходжидори. Ханами Ходжидори. А зачем мы туда едем? Мы едем смотреть на ночных соблазнительниц, бабочих ночей. Может быть, я к ней присоединись. Мы едем искать настоящих японских гейш. Юлю сдадим, она у нас будет гейшен... От Фазерска, он с фундука. Гейшен тренинг. А где? Потому что она не умеет играть на балалайке и танцевать. Балалайке, блин. Они играют на такой... С тремя струнами. Давай снимай, что теперь я гейшка, гейшка. Похоже? Да. Во-первых, номер один. Вообще гейши, это номер один у них тема. Это значит уважение. Уважение к своим, блин, клиентам, к мужчине. Которого у тебя очень мало. Ты вообще кого-то уважаешь в этой жизни? Я бы от тебя не видел. Я тоже не знаю. Даже водителя не уважаешь. А сейчас мы находимся в районе Гирион. Где такой старый район, где куча этих самых мест, где воспитываются разные... Здесь куча ресторанов, но есть куча мест, где воспитываются, не воспитываются, а живут и тренируются гейши. Мы, правда, ни одной не увидели. Ну что, друзья, где вы думаете мы оказались? Мы оказались в ресторане Киев. Которому уже 80 лет. Которому уже 80 лет и он находится в городе Киото. Но также есть филиал в Токио. Вкусно. Было вкусно почти все, кроме борща. Но борщ у них везде тут свой своеобразный. Но мы познакомились с кем? Мы познакомились с сыном владельца. Нет. С владельцем. С владельцем. Который уже второе поколение. Держит. И его дочка третье поколение. Здесь работает. Здесь работает. Главный менеджер. Да. Они переехали с Манчури в 1930 каком-то году. В 1937 году. Наверное, потому что русские налетели. И это, конечно, картина, которую все знают. Вот так. Мы, правда, уже под самый-самый конец пришли. Я даже не знаю, сколько даже времени сейчас. Уже все закрывается. Обычные рестораны здесь до 9 часов работают. Я скушал чикен табака. Правда, уже все съели. А Юля съела борщ и салат. И что ты еще съела? Голубец. И голубец. Тебе понравилось? Да. Голубец был очень вкусный. Да. Вот такие пироги. Вот так вот рулят японцев в Киото. Русским рестораном. Очень было интересно. Bye-bye. Bye. И вот, наконец-то, мы добрались в городе Киото. До знаменитого Inari Shrine. Одного из самых главных shrines. Здесь очень много памятников лисицы. Потому что лисицы, по их традициям, считаются посланником богов. Детям... Ну что, расскажи, что я тебе нагадаю. Короче, там сидела женщина, которая гадает тебе по дате рождения, по твоим рукам, по твоим линиям. Ты ей даешь 1000 йен и она может дать ей один вопрос. 3000 йен – три вопроса. И я у нее спросила, сколько у меня будет детей. И она сказала, что у меня будет еще три, помимо того, что на ней есть. И она сказала, что все мои дети будут очень здоровы и все будет происходить в каждые два года. То есть два года ребенок, два года ребенок, два года ребенок. То есть у них разницы будет два года. Ничего себе. Так что это уже не первая, которая говорит, что у меня будет три или четыре ребенка. От одного мужа, надеюсь. Ну, она твою дату записала и потом она сказала, что второй ребенок родится тоже через два года. То есть, наверное, третий ребенок будет с тобой четвертый, а она не сказала. Но что можешь? Мы находимся вот в этих знаменитых вратах, с большим количеством иероглифов, которых мы даже не знаем, о чем идет речь. И сейчас будет раздвоение дороги. Еще здесь злые обезьяны. И лисички. Лисички, да. Вон одна лисичка, вон вторая. И они по всему, по всей территории здесь. Куда пойдем? Налево или направо? Друзья, добро пожаловать на Magnificent Mile of Tokyo. Здесь вы найдете лучшие бутики города. Все самое сочное, все самое красивое и дорогое. Что? Я не люблю, когда ты говоришь сочное, мощное, постоянно. Я не постоянно говорю. Я не сказала мощное. Я знаю, но это мы, когда я сделал. Поехали. Вы идите рассказывать? Что мы сейчас в этом. Расскажи, просто скажи, что ты, просто расскажи, что ты этот самый. Что? Что здесь, типа, напоминает тебе, как вот 5 Avenue или Magnificent Mile. Но единственное, что здесь супер чисто. Людей значительно меньше. Давай, идем. Топ-топ-топ. Друзья, конечно же, это место очень сильно напоминает 5 Avenue в Нью-Йорке. Но здесь все намного круче. Ну, во-первых, обратите внимание на то, что нет ни одной construction. Чем-то даже более напоминает наш родной город Чикаго, нежели чем New York. Потому что в Чикаго тоже очень мало construction. А здесь вообще такая чистота. Такие приятные и красивые люди. Все настолько вежливые. И каждый следит за тем, куда он идет, что он делает. Что это, конечно же, оставляет возможность только улыбаться. Зачкинилась? Ну, давай. Я тебя жду. Я, короче, буду в бар, буду пиво пить, хорошо, Котя? Понимаешь? Ты опять закрыл мне микрофон? Нет, микрофон вот здесь. Женя, это все микрофон. Знаешь, где микрофон? Вот здесь микрофон. Exactly. Я забыл, как их называют. Гейши и тренинг. Юля никогда бы не смогла стать гейшей. В жизни. Понимаешь? Юлдус. Давай. Я не хочу. Ну почему? Я не хочу. Какой-то бред. Не сам неси. Ну скажи, что находитесь. Давай я тебя сниму. Неси. Да что я как дебил, твой лоб, блядь. Почему неси, а блядь? Ну скажи, расскажи, где ты? Там же влог, это не прикольно, блядь. Вот так нужно влог вести. А не вот так, блядь. Давай идем. Стоп, стоп, стоп. Пошли. Стоп, стоп.